К другим темам. Сколько жителей республики в 2013 году переедут из аварийного ветхого жилья в новое? В какой сфере опаснее всего работать и что с этим делать? Об этом говорили сегодня в Доме правительства на очередном заседании Кабинета министров. Транспорт, связь, обрабатывающая производство и лидер печального антирейтинга строительства. Согласно прямой статистике, работа в этих сферах наиболее опасна для работников. Наиболее высокий уровень тормозительства со смертельным исходом наблюдается в строительстве. Это 8 случаев из 27 погибших за год в 2012 году. На охрану труда в 2012 году в республике потратили более миллиарда рублей, то есть почти 7 тысяч на одного работника. Однако нередко всю охрану сводят на нет сами трудящиеся. Из 27 погибших на производстве 12, это 44 процента, находилось в состоянии алкогольного опьянения. 6 человек, 22 процента погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее число пострадавших в расчете на тысячу работающих отмечалось в организациях Аликово, Чебоксарского, Цивильского, Парецкого и города Новочебоксарска. Несмотря на эти печальные цифры, ситуация в республике постепенно улучшается. Так, в прошлом году на так называемых вредных и опасных производствах трудились на 1 процент работников меньше, чем в 2011. А общее число пострадавших уменьшилось на 8 процентов. Что ж, если одним жителям Чувашии в опасных условиях приходится работать, то другим и вовсе жить. Актуальной проблемой для республики остается аварийное жилье. Предусмотрено распределение средств государственной корпорации, фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 868,2 миллиона рублей и республиканского бюджета Чувашской республики в сумме 167 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется, что в 2013-2015 годах новоселье справят 4810 семей, то есть более 12 тысяч человек. Однако без проблем не обходится. К примеру, застройщики заниматься благотворительностью и продавать жилье по ценам ниже рыночных зачастую не желают. Стоимость сегодня установлена 28 500 рублей с лишним. Стоимость с отделкой. Получается, что без отделки квадратный метр мы должны приобретать по цене 24 тысячи, в то время, когда рыночная цена около 40 тысяч в городе. Мы проводим работу с застройщиками, выносим. Вы провели уже 4 аукциона по развитию застроенных территорий. Определенные результаты есть, но еще многое предстоит сделать. Впрочем, потратиться придется и на дома, которые требуют капитального ремонта. На эти цели около 67 миллионов рублей выделят из фонда содействия реформированию ЖКХ. Почти 65 миллионов возьмут из республиканского бюджета. Предполагается, что хватит этих средств на 119 многоквартирных домов. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика.